В эти выходные поселок Сурское отпраздновал 465-летие со дня своего основания. Это древнейшее поселение Симбирской губернии. Промзино – его первоначальное название. Городище стало одним из сторожевых пунктов русского государства на его восточных рубежах. Через Промзино проходила укрепленная линия, засечная черта. Кроме того, Промзино всегда славилось как купеческий посад. И если еще в 1730 году здесь население было 2000, то уже в конце 19-го века население составляет 6500 человек. В Промзино развивались разные промыслы и производства. Только кирпичных заводов здесь было 18. Поэтому в поселке много домов из кирпича, которые сохранились до наших времен. В Сурском районе родились и жили 12 героев Советского Союза. Сурчане чтут память героев. В 1962 году в районном поселке был установлен монументальный памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. А позже высажена аллея героев. В день рождения поселка в парке культуры и отдыха развернулось массовое гуляние. В рамках торжественного мероприятия прошло награждение жителей рабочего поселка. Грамотой губернатора была награждена учитель истории и общества знаний средней школы районного поселка Сурская Галина Васильевна Рашкина. Не могу жить без этих мест. Для каждого человека есть родина. Родина большая, есть родина малая. Родина малая для меня – это мой Сурск. Вы знаете, я еще помню, когда жила в Сурске, когда у нас еще были крыши, покрытые соломой. Я помню, не было водопроводов. Поздравить сурчан приехал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Александр Александрович также поделился планами развития поселка в ближайшее время. Я от всей души поздравляю вас с тем, что 465 лет назад с торжественного благослужения началась история Сурского района и Ульяновской области в целом. Также будет реализован крупный проект по воссозданию и развитию известного на всю Россию конезавода. Это предприятие станет одной из базовых точек роста Сурского района. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.